В Кремле пока нет окончательного решения по вопросу переезда федеральных министерств в Новую Москву. Такое заявление сделал в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А ранее газета «Известия» сообщила, сославшись на высокопоставленного источника, что на проекте переезда чиновников замкат поставлен крест. И сейчас мы поговорим на эту тему, а также обсудим архитектурный облик столицы с Ильей Лежавой, заведующим кафедрой городостроительства Московского архитектурного института, доктором архитектуры, профессором, академиком Российской академии архитектуры и строительных наук. Илья Георгиевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Накануне еще одна новость такая интересная прошла. Глава управ делами президента Владимир Кожин заявил о том, что прорабатывается вопрос о создании правительственного квартала недалеко от Кремля. Причем, судя по всему, действительно серьезно прорабатывается этот вопрос. Судя по абсолютному нежеланию ни Госдумы, ни Совета Федерации, ни чиновников министерств переезжать в Новую Москву, видимо, так этого и не случится. Но вот эта идея с созданием правительственного комплекса рядом с Кремлем, если опустить вообще отсутствие места рядом с Кремлем... Почему? Есть место. Есть место. Конечно, гостиница России. Ну, я так понимаю, что все-таки проект парка на месте, на этом месте, он все-таки по-прежнему... Не знаю, мне казалось, что там как раз место хорошее. Потому что там огромная инфраструктура внизу, засыпать это все землей бессмысленно, огромные стоянки там можно сделать, и вообще это не такое глупое место. То есть вообще, в принципе, к этой идее вы нормально относитесь? Я нормально отношусь к этой идее. Мало того, до парка там еще был конкурс, где на этом месте были гостиницы. И тогда уже шел разговор о том, что неплохо там сделать правительственный центр. Вот с точки зрения облегчения для москвичей, связанного с переездом, с проездом чиновников по Москве и так далее, это лучше создать правительственный комплекс рядом с Кремлем? Ну, во всяком случае, все наши просчеты о том, если в коммунарке будет организован новый центр, показывают, что движения будет больше, а не меньше. Потому что они все туда министерства нельзя будут перенести. Очень многие из-за, в особенности, подземных инфраструктур всяких, останутся на месте. А те второстепенные, которые туда переведут, они все равно будут ездить в Москву, чтобы, так сказать, отчитываться и так далее. Так что, по всем нашим расчетам, и вот международный конкурс же был, я там был в качестве эксперта, все сходились во мнении, что эта вещь не очень рациональная. Ну, хорошо. А вот что тогда с вот этим вот проектом «Новой Москвы»? Многие забывают, что сначала появился проект «Новой Москвы», а потом уже было принято решение о возможном переносе части правительственных госучреждений в эту «Новую Москву». Тем не менее, сейчас все напрямую увязывают застройку «Новой Москвы» с переездом чиновников. И сейчас вот спрашивают, а что же делать? Нет, это совершенно неправильно. Это те, кто просто не знает, что происходит. Даже если бы туда переехали чиновники, в коммунарку, ну, я называю это место, которое рекомендовалось для этого, то все равно самая большая проблема – это то, что там хотят построить город на 2,5 миллиона жителей. И он уже строится частично, потому что это купленные земли, это не относится ни к каким государственным, так сказать, решениям. И вот это самое страшное, потому что эти люди все поедут в Москву. Это будет удар по Москве транспортный, огромный. Я понимаю, что речь идет не о равномерной застройке всей этой территории, а строительство одного оборудования. Это так, судя по тому, что я слышал и знаю, это будет вдоль МКАД, сравнительно в небольшом расстоянии, плотная очень застройка, таким полукругом. То есть вам не нравится такое? Нет, это не мне. Это же мы все считаем. Значит, это 2,5 миллиона, это значит больше миллиона машин. А где они будут работать? Они будут работать в Москве. Вопрос с привлечением бизнеса туда и открытием там. Ну да, но пока привлечешь бизнес. Пока кто его будет строить? Как? Все же это все равно они все будут стараться уехать в Москву. Или это будут гастарбайтеры. Ну тогда там будет другая проблема. Другая Москва. Другая проблема, другая Москва. А вот в самом проекте есть планы по строительству офисных зданий и так далее? Вы имеете в виду какой план? В плане новой Москвы, вот этого вот новых земель. Ну конкурс, он и не ставил таких задач. Он ставил, как развивать эту территорию. И там было несколько вариантов, которые не предполагали строительство каждого дома. Просто системы. Вот тот, который выиграл, французский вариант, он предполагал вдоль основной магистрали построить такой линейный город. Что вообще было бы разумно, но все равно это будет удар по Москве транспортный. Вот интересный вариант. Потом вот был объявлен конкурс. Вот это даже был не конкурс. Это, ну можно его назвать конкурсом. Соответственно, после этого был объявлен победитель. Не победитель. Было выбрано три группы, которые должны теперь разрабатывать какую-то новую, эту новую Москву. Три победителя. К этому как раз мой вопрос, что потом оказалось, что все интересные идеи из всех проектов, или из трех проектов, как вы говорите, будут объединены как бы в один проект. Должны. Но одна идея, которая, на мой взгляд, была очень интересная, это идеи группы Остоженки и группы Черняхова. Они вообще предполагали все оставить в Москве. Потому что в Москве очень много территорий, заводов. И территорий очень хороших вдоль Москварики, где можно очень много что построить. И они предлагали использовать эти территории, а не уходить туда. И вот если действительно там не собираются ничего строить, то в Москве есть территории. Причем я сейчас со студентами их прорабатываю, эти территории, и там очень интересно. Илья Георгиевич, спасибо вам огромное за это интервью. О последних трендах в градостроительной политике столицы мы беседовали с Ильей Лежавой, заведующим кафедрой градостроительства Московского архитектурного института, доктором архитектуры, профессором-академиком Российской академии архитектуры и строительных наук. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам удачных выходных. Увидимся на телеканале «Измин». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова